Здравствуйте, меня зовут Валерий Анашвили, с вами снова читательский дневник на академических беседах. Сегодня я хотел рассказать вам не о книгах, а о газете, которая в свою очередь сама рассказывает о книгах. Это новое рецензионное издание Логос Ревелл Букс. У меня в руках второй номер этой газеты. Скорее всего, она будет выходить четыре раза в год. В этом номере 70 с лишним страниц. И оно насыщено крайне любопытными, крайне полезными и интересными для чтения текстами о книгах. Здесь, в этом номере, отрецензировано больше 30 книг. Рецензии здесь есть большого размера, которые крайне подробно излагают содержание рецензируемой книги и дают исчерпывающую информацию о ее содержании, так и небольшие рецензии, которые позволяют эмоционально отнестись к той или иной книге и понять, интересно ли вам будет знакомиться с этой книгой подробнее или нет. Издание, вообще, надо сказать, совершенно уникальное для нас, которое возникло по одной простой причине. В любой стране, где любят и читают книги, есть много специализированных рецензионных изданий. В нашей стране удивительным образом до появления Логос Ревелл Букс в настоящий момент не было ни одного специализированного издания на бумаге. Подчеркиваю, на бумаге, разумеется, есть интернет-обзоры, есть блогеры, есть сайт Горький, который регулярно и много говорит о книгах. Но бумажного издания, не локального, а глобального, которое позволило бы любому читателю обратиться к нему, такого издания в стране до недавнего времени не было. Наконец, это издание появилось. Давайте я зачитаю небольшой фрагмент из книжки Аркадия Беленкова, с которого начинается этот номер газеты. «Эти люди сначала настороженно и неодобрительно отнеслись к революции, потом примирились с нею, поскольку больше ничего не оставалось. Однако они резервировали за собой право критически относиться к некоторым вопросам, например, к политике в отношении интеллигенции. Потом они примирились с некоторыми вопросами, например, с политикой в отношении интеллигенции, поскольку больше ничего не оставалось, но резервировали за собой право скептически относиться к установлению некоторых нравственных норм. Потом они примирились с некоторыми нравственными нормами, поскольку больше ничего не оставалось, но резервировали за собой право саркастически относиться к явному преобладанию вокальной музыки над инструментальной. Потом они примирились с преобладанием вокальной музыки над инструментальной, поскольку больше ничего не оставалось, но резервировали с собой право сардонически относиться к технологии производства колбасы. Прошло немного времени, и они примерились с тем, что у них отняли право резервировать, скептически относиться, критически относиться, саркастически, сардонически, и оставили только право безоговорочно соглашаться. Вот тогда они поняли, что созданы специально для этого. Это были замечательные люди. У них была совесть со всеми удобствами, с мусоропроводом и раздельным санузлом. Речь у Беленкова, разумеется, о постреволюционной ситуации и всем развитии Советского Союза и его идеологическом давлении на интеллигенцию. Но можно расширительно толковать эту цитату, которая позволяет нам понять только одно и согласиться с этим или не согласиться, разумеется, но я склонен скорее с этим соглашаться, понять одно, что любой интеллектуальный компромисс или дорога с интеллектуальным компромиссом всегда приводит к тому, что интеллигенция терпит поражение. И отсутствие компромиссов, то есть наличие знания, позволяет удерживать ту планку, которая оставляет гражданину и интеллектуалу шанс быть собой. Интеллектуальный крах интеллигенции в Советском Союзе, о котором говорит Беленков, возник из-за сложных компромиссов, которые каждый из советских людей должен был делать шаг за шагом для того, чтобы, как ему казалось, выжить. Это выживание физическое и материальное стало прологом к отсутствию выживания ментального и интеллектуального. То есть умершие интеллектуальные люди продолжали жить. Очень тонкая грань между интеллектуальным компромиссом и возможностью остаться самим собой. В том числе на страницах этого же номера можно встретить текст, можно увидеть текст Мишели Фуко, связанный с Парессией, то есть с возможностью говорить правду о самом себе, не скрывая перед сообществом, перед самим собой истину. Сам контекст журнала, точнее сам контекст этой газеты, извините, я путаюсь, журнал это или газета, поскольку мы сделали такой синтетический образ у этого издания, он формата газеты, но по толщине это практически журнал. Газета уже продается, вы ее сразу заметите, в нее яркая запоминающаяся обложка. Уверен, вам будет интересно ее полистать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова